SORA AI теперь доступна всем пользователям чат GPT. Давайте посмотрим, что это и как это работает. Значит, смотрите, что такое SORA. SORA это видеоредактор, на основе которого мы можем генерировать по промпту, по запросу, соответственно, видео длительностью пока не больше 5 секунд. О, смотрите, уже видео не больше 10 секунд. Буквально несколько часов назад я еще генерировал видео с длительностью 5 секунд. Смотрите, они сейчас дали доступ уже к 10 секунд. Плюс нет разрешения видео пока 720 на моем минимальном тарифе. Значит, смотрите, сразу скажу, SORA платный инструмент. А то будете там в комментариях писать, что зачем ты показываешь редактор SORA, ведь он платный. Мы не можем заплатить 20 долларов. На самом деле, если вы используете чат GPT активно в своей работе, то оплатить подписку за чат GPT, где вы получаете тут же доступ к возможностям генерировать изображение с помощью чат GPT, к сервису DALI, к сервису сейчас SORA AI с возможностью генерировать видео. Ну и, конечно же, доступ к самому чат GPT, на мой взгляд, это один из лучших на сегодняшний день искусственных интеллектов, которые либо нейросетей, называйте как хотите, которые мы можем использовать. Поэтому за 20 долларов мы получаем доступ, соответственно, ко всем этим функциям. Да, SORA работает на отдельном домене, это SORA.com, но при этом, если у вас оплачена подписка в чат GPT, вы просто заходите в свой аккаунт SORA, и вам тут же дается доступ непосредственно к редактору SORA. То есть, мой план, в данном случае у меня плюс план, это подписка за 20 долларов, да, если посмотреть на настройки чат GPT, это подписка за 20, так, где, вот, обновить план, подписка за 20 долларов, и за 20 долларов я, соответственно, получаю доступ непосредственно к SORA. Единственное, смотрите, здесь есть ограниченный доступ к созданию видео SORA. Здесь же, в плане за 200 долларов, есть расширенный доступ к созданию видео SORA. Значит, в чем заключается ограничение? Вам выдается определенное количество кредитов, тысячу кредитов, в данном случае мне выдано, для того, чтобы я мог на эти кредиты, соответственно, генерировать видео. Максимальная длительность видео, вот видите, они еще здесь в планах не обновили, 5 секунд, и максимальное разрешение видео 720 пикселей. Я думаю, что совсем скоро, учитывая то, как компания OpenAI берется за работу и как они конкурируют там со всеми другими сервисами, я думаю, что совсем скоро мы, какие-то изменения произойдут, но сейчас же, смотрите, для того, чтобы сгенерировать видео, например, в разрешении 720, мы за 5-секундное видео потратим 30 секунд, ой, 30 кредитов, за 10-секундное видео мы потратим 75 кредитов. То есть, грубо говоря, если мы генерируем 5-секундные вставки для своих видео с помощью SORA, нам дается 1000 кредитов, получается 1000 разделить на 30, то есть, 333 видео, да, или 33, 33 видео мы сможем сгенерировать с помощью SORA в течение месяцев. Я считаю, что это неплохо, да, учитывая какого качества видео и учитывая то, как меняется ценообразование в чат-жи-пяти, причем меняется в лучшую сторону, мы, соответственно, получаем возможность в течение месяца сгенерировать 33 видео. Мне, например, это даже как-то много. Но если мы будем генерировать видео в 1080 пиксель, то там, соответственно, видео будет стоить уже 100 кредитов. Видите, они расширили, то есть, они показали, сколько это будет стоить каждое использование каждого видео, но пока доступ только к возможности генерировать там 10 секунд видео и 720 пикселей. Если же у вас подписка Pro, то вы получаете не 1000 кредитов, а 10000 кредитов для того, чтобы генерировать непосредственно видео. Максимальное изображение вы получаете 1000 пикселей и длительность видео до 20 секунд, да, смотрите, это круто. И, соответственно, 5 генераций, одновременно вы можете генерировать 5 видео. Сейчас на моем тарифном плане, соответственно, я могу генерировать только одно видео. Приходится ждать и уже после запускать, соответственно, непосредственно следующее видео. Здесь, в принципе, все. Еще раз, да, ссора. В данном случае, если сравнивать ее там с конкурентами, с какими-то аналогами, то, в принципе, видеоредактор неплохой. То есть, мы можем посмотреть, да, какие видео она генерирует, как это все работает. Я вам сейчас покажу свои видео, которые я сгенерировал. Я вам покажу, как генерировать. Все это вы сейчас увидите. Но мы можем здесь уже ознакомиться с теми возможностями, которые у них есть. Я думаю, что, да, здесь на главной странице выбраны, как всегда, лучшие видео. Но, тем не менее, да, мы можем увидеть, что качество, в принципе, неплохое при работе с ссорой. Значит, смотрите, я долго думал, да, каким образом я могу использовать ссору в своей работе. Во-первых, да, самый, наверное, банальный пример – это делать динамические рекламные кампании. То есть, видеорекламу для того, чтобы привлекать большее количество людей. Мы запускаем там рекламу в Яндексе в том же. И вместо статичных изображений, которые я делал с помощью Миджорни, я могу эти изображения оживлять с помощью ссора. Ну, немножко корректировать в редакторе. И я думаю, что такие изображения будут привлекать большее количество внимания. Потому что видео, как показывает опыт, GIF-изображения, они, соответственно, привлекают большее количество внимания. Так, единственное, когда мы скачиваем видео, например, мы хотим скачать какое-то видео, у нас есть только возможность скачать его пока с водяным знаком от чаджи от компании OpenAI. Я вам сейчас покажу, как это выглядит. Вот, например, мои видео. И здесь, так, нет, это не мои видео. Вот мои видео. Вот здесь вот находится последнее видео, которое я сгенерировал. И вы видите, вот здесь вот этот тот самый водяной знак от OpenAI. Я знаю, что сервисы типа там Инсты, либо любых других видеоредакторов, они не любят водяные знаки. То есть они понижают выдачу в видео. Но пока только так. То есть пока мы можем генерировать видео только с водяным знаком на тарифе за 20 долларов. На тарифе за 200 долларов вы можете генерировать и избавиться от этого водяного знака. То есть скачивать видео без водяного знака. Также мы можем скачивать видео в формате GIF. То есть мы можем качать GIF-ки и GIF-ки уже выкладывать. GIF-ки, по-моему, они без водяного знака. Да, видите, вот здесь вот видео с водяным знаком. здесь видео без водяного знака также мы можем давать публичный доступ к тому или к тому или иному изображению и соответственно показывать это изображение к каким-то другим людям значит я долго думал да каким образом я буду использовать ссору то есть для чего я буду использовать и сейчас пока на данный момент у меня рекламной кампании приостановленным потому что сейчас одна из самых дорогих реклам в яндексе поэтому мы взяли паузу на этот месяц и в следующем месяце уже запустим рекламную кампанию где будем тестировать изображение от ссор значит что я делаю то есть у меня например есть инстанк куда я пишу определенные свои посты я решил что я буду оживлять свои посты с помощью ссоры то есть у меня есть статичное изображение которое я сделал с помощью миджорни для своего поста и это статичное изображение она будет как бы двигаться в динамике происходить с это изображение для того чтобы чуть чуть сильнее раскрыть тот пост ту историю это привлекает в принципе внимание людей причем отлично привлекает внимание людей немножко мы увеличили охват и своих постов за счет таких вот изображений ведь за счет таких гивот потому что в карусели люди видят первое изображение если она их не цепляет они в следующий раз увидят второе изображение изображение но я думаю что пока в ближайшее время она соответственно будет цеплять внимание значит здесь еще не все посты вышли мы можем посмотреть вот например изображение да там статичная картинка она также превращается в следующее изображение я пробовал пробовал генерировать пока изображение только непосредственно со статичной картинки то есть у меня есть какая-то статичная картинка я отправляю и соответственно сора мне генерирует это изображение не генерирует уже непосредственно само видео я не пробовал еще просто задавать текст exclusiva prom сейчас мы с вами как раз попробуем это сделать также потестим вот видите здесь нет уже 10 секундных видео потестим разные форматы то есть это один к одному то есть формат картинки формат квадратного изображения формат stories то есть можно использовать stories вертикальный формат и формат соответственно ютубовский для того чтобы видео в этом формате размещать и добавлять какие-то вставки в при монтаже своих видео значит хорошо давайте уже непосредственно перейдем к ссоре у них тот же смотрите есть появились папки тут же как и в проекты в но здесь они назвали проекты папки как непосредственно в чат gpt значит по поводу создания создание изображений то есть по поводу генерации видео здесь есть несколько вариантов во первых мы можем добавить исходное изображение например вот добавляем изображение своего робота до который с которым мы хотим работать вот это я совсем недавно проводил то есть я загружаю робота и здесь я описываю что должно происходить непосредственно с роботом я процесс описания смотрите что сделал то есть это такой наверное один из лайфхаков которые я вам хотел показать то есть я создал сразу же проект ссора и здесь я работаю то есть я ему выгружаю исходники изображения и говорю с к подскажи мне вот у меня будет пост для инсты есть два исходника они сейчас может прогрузиться и предложили мне соответственно несколько 7 вариантов этого изображения под и под ним 7 правдов которые я задам в ссору он мне предлагает что робот поднимает бокал вверх то есть вот это статичное изображение что он говорит что робот поднимает бокал вверх и соответственно его глаз становится интереснее и интенсивнее вокруг появляется цифровые искры к символ мощной мощные технологии то есть я учат же 5 спрашиваю как мне оживить изображение для того чтобы она привлекала большее количество внимания и скидываю ему соответственно исходе исходники и заголовок будущего поста и он мне предлагает 7 вариантов того как я могу использовать плюс плюсом не пишет промпт для 40 но я ему потом говорю хорошо напиши только мне промпт на английском языке и эти промпт я просто вставляю и уже использую непосредственно в самом в самом видео значит а также мы можем не загружать сюда исходное видео либо исходный файл а просто можно выбрать из лаборатории до которую в которой мы выгружали уже определенные свои изображения а также мы можем просто с нуля написать промпт нам и сюда соответственно мы вводим тот промпт который мы хотим использовать выбираем формат изображение давайте пускай он будет такой же как я всегда использовал и здесь вот главное если мы создаем создаем промпт с пустой промпт я всегда вам рекомендую дело сша на минимальном изображении потому что вам может с первого раза не понравится и для того чтобы не потратить сразу же в четыре раза больше кредитов чем изначально вы выбираете минимальное тестите смотрите результат а дальше уже качество этого изображения улучшаете ну и возможность генерировать там в районе пяти секунд опять кстати 5 секунд только что было 10 секунд сейчас вернулась 5 секунд ну и одновременно мы можем сделать сразу же два видео либо сразу же одно видео по очереди но давайте сразу же максимальном изображении сделаем и осмотрите здесь также мы можем создать видео то есть если мы нажмем сюда у нас тут же будет создаваться видео и также мы можем создать storyboard то есть мы переходим в редактор уже от чат gpt и можем создать целую историю то есть пять вариантов видео до что должно происходить в этой сцене то есть мы здесь редактируем и пишем что должно происходить в этой сцене и сгенерировать сразу же пять видео которые будут показываться которые будут использоваться использовать следующий промпт выбрать а нет смотрите он на пять секунд выбрал я кстати еще не разных генерировал видео просто промпту на пять секунд он нам рассказывает историю то здесь будет одна часть вот следующий будет происходить здесь следующий здесь на давайте посмотрим уже на финальный вариант что нам он сделать сделает и вот он генерирует ну достаточно быстро мне кажется создает видео изначально видео было чуть дольше сейчас он чуть быстрее все это делает и смотрите здесь сразу же раз и пока он генерирует мы можем с отредактировать ту часть истории которая соответственно нам не нужно вот смотрите что происходит вот по нашему промпту он получил следующее задание сгенерировал нам видео значит что мы можем сделать мы можем во первых отредактировать то есть отредактировать историю внести какие-то правки какие-то изменения которые нам необходим во втором в авто мы можем выбрать выбрать и тут же обрезать те части которые соответственно нам не нужны который от которых мы хотим избавиться то есть такой на примитивном уровне базовый редактор и у нас есть соответственно еще blend то есть это смешивание разных элементов в наш в нашем видео то есть мы можем добавить еще несколько видео и соответственно он уже смешивает то есть такое знаете на базовом уровне редактор которым в принципе удобно здесь пользоваться дальше есть у нас все устраивает мы соответственно скачиваем это изображение с водяным знаком и без водяного знака либо копируем публичную ссылку для того чтобы это изображение разместить сора достаточно новый инструмент поэтому мы только начинаем его изучать я не использовал до этого другие видеоредакторы у меня как-то какой-то острой необходимости необходимости в этом нету с оружие я буду пробовать потому что я активно использую чад же 5 просто когда тебе дают доступ к еще одному инструменту за ту же без каких-либо дополнительных оплат за ту же подписку мне кажется это шикарно если сравнивать с его с какими-то аналогами то конечно да есть аналоги которые работают круче на премьера новой но там подписка будет стоить бы цена за подписку будет стоить выше поэтому если вы уже оплачиваете подписку от чадж аппетит просто потестируйте посмотрите как работает сора добавляйте можно смело добавляйте переходы либо при монтаже видео переходы какие-то сгенерированные с помощью сора можете отправлять в чаджи пяти учат же пяти спрашивать как соответственно в ссоре дай мне prompt для того чтобы я мог вставить сделать какую-то вставку в свое видео и на мой взгляд это круто когда сервис которым ты уже пользуешься дает тебе такие дополнительные фишки и пытается быть конкурентоспособен с другими подобными сервисами я надеюсь что это видео было вам полезно обязательно поставьте мне нравится под этим видео с вами был герезуевич переходите в мой телеграм-канал все ссылки все промты находятся именно там пока